всем привет меня зовут юстина и сегодня мы с вами будем говорить о профессиях будущего надеюсь у всех хорошее настроение несмотря на карантин и другие меры связи с чем мы сидим дома что хочу сказать что несмотря на ситуацию которая сейчас происходит сейчас связи с коронавирусом не стоит опускать руки потому что рано или поздно это закончится и если мы сейчас не будем готовиться особенно это касается выпускников не задумываемся о том что будет на кого мы будем учиться потом как будем строить жизнь карьеру и так далее то возможно будет упущено время поэтому сегодня я хочу рассказать о профессиях будущего чтобы дать вам информацию об этом чтобы вы могли рассмотреть более широко о профессиях будущего что ж давайте тогда приступим надеюсь всем виден мой экран так исследование есть такой форум world economic форум называется мировой экономический форум он делал исследование по поводу тех профессий которые уйдут в прошлое и тех которые будут популярны как минимум еще лет 50 и пришли к такому выводу что четверть рабочих мест мире подвержена высокому риску автоматизации то есть так или иначе 70 процентов или более задачи могут выполняться машинами еще 36 процентов рабочих мест они будут сказать имеет средний риск средний риск так машина может выполнять около 70 процентов задач и остальные это конечно те что пока не заменяем и стоит отметить что с ростом цитровизации с тем что люди с каждым днем все больше и больше используют интернет кроме того мы привыкли особенно в центральной азии что выбираем профессию по тому как рекомендуют наши родители которые жили немного в другое время и это обычно традиционные профессии такие как не знаю юриспруденция там не знаю архитектура бизнес и так далее так далее те что обычно мы выбираем без оглядки и думая что так или иначе как бы не прогадаешь однако как же уже говорила с ростом цифровизации во всем мире актуальность тех или иных профессий отпадает вот и сегодня я бы хотела поговорить о 12 профессиях которые будут популярны и прежде чем я начну о них рассказывать здесь есть небольшое видео от мирового экономического форума где исследователи этого вопроса рассказывают что будет популярно какие профессии могут уйти и так далее и что с этим делать и членов Спасибо. Спасибо. Как вы видите, ученые тоже утверждают о том, что будут профессии, которые уйдут, и те профессии, которые к нам придут, и большинство из них тесно связано с искусственным интеллектом, к примеру, или, как я уже говорила, с интернетом, цифровизацией и так далее. И в связи с этим здесь вы можете видеть список профессий, о которых я хочу сегодня с вами поговорить. Первая, она, конечно же, известна всем, она достаточно очень даже популярна на Западе, и у нас в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане, есть также специалисты в этом направлении, но не так много. И первый, конечно же, это Mobile Application Developer, то есть разработчик мобильных приложений. Все мы знаем, что сейчас в современном мире любой бизнес так или иначе открывает, разрабатывает мобильные приложения. Почему? Потому что 86% населения мира используют смартфоны. Вы представьте себе, что каждый второй человек использует телефон и ежедневно заходит. Мы можем покупать вещи через приложение, мы можем заказывать еду через приложение, мы можем заказывать такси через приложение, даже заниматься спортом мы можем через приложение. И поскольку эти специалисты сидят как бы за рулем, когда дело доходит до разработок, то и востребованность этих профессий очень-очень высока. И средняя заработная плата у разработчиков мобильных приложений составляет в среднем 146 тысяч долларов в год, что очень даже хорошо. И это выходит примерно в 8 и более тысячи долларов, в зависимости от того, какой опыт у сотрудника. Следующая профессия – это архитектор данных. Звучит многообещаще, да? Хотя сбор данных может быть автоматизированным, что и является сейчас. Способность переводить полученные данные и на основе них делать бизнес-рекомендации очень востребованный. И по мере роста интернета, подключения большого количества устройств, объема доступных данных, это будет только расширяться, увеличиваться. И архитекторы данных обычно получают примерно 141 тысячи в среднем долларов в год. И учитывая, что каждым годом традиционный бизнес все больше и больше превращается в e-commerce или в digital бизнес, их роль в создании бизнеса и в развитии архитекторы данных играет большую роль. Следующая профессия – это бизнес-аналитик. Я думаю, что многим он известен. Обычно мы слышим, это профессия на слуху, но таких специалистов в Кыргызстане, например, их мало. Обычно компании стали использовать анализ больших данных, что и расширило деятельность в области данных и в целом бизнес-аналитики. И эта работа включает в себя превращение необработанных данных в идеи, которые будут действовать, и в решение. В целом, как вы можете видеть на презентации, средняя заработная плата у бизнес-аналитиков около 100 тысяч долларов в год, что показывает их востребованность на рынке труда. Следующая профессия – это UX-дизайнеры. Я думаю, что, в принципе, об этой профессии тоже известно, но она не настолько популярна в Центральной Азии или в Кыргызстане. UX-дизайнеры – это User Experience. Дословно это означает «опыт пользователя». И если говорить в более широком смысле, это принять и включать в себя весь опыт, который получает пользователь при взаимодействии с сайтом или приложением. Средняя заработная плата у специалистов UX-дизайнеров составляет около 96 тысяч долларов в год. Простыми словами, это те люди, которые следят за тем, что потребитель, когда заходит на сайт, он чувствовал себя комфортно на том, чтобы сосредоточиваться на эмоциональных, функциональных потребностях самого пользователя. Что в итоге является одним из основных факторов для того, чтобы правильно делать бизнес и получать доходы. Следующее направление – это менеджеры по маркетинговой аналитике. Они пользуются очень высоким спросом по всему миру. Эти специалисты несут ответственность за то, что информируют заинтересованных сторон. К примеру, если возьмем фэшн-индустрию, менеджеры по маркетинговой аналитике делают анализ рынка, смотрят, какие тренды будут в будущем популярнее. И на основании своих выводов они дают указания продуктам, и продукты дальше действуют согласно этим данным. То есть в целом они предсказывают доход компаний, если можно сказать таким образом. Сильные аналитические рассуждения – это основные навыки, можно сказать. И средняя заработная плата у них составляет, как я уже сказала, около 96 тысяч долларов в год. В целом мы все знаем, что любой вид маркетинга, он сейчас является очень популярным и востребованным, потому что любой бизнес, который вы возьмете, он основывается на рекламе и маркетинге. Вот. Следующее направление – это UI-дизайнеры. Я думаю, что UI-дизайнеры – это то, что работает вместе с UI-дизайнерами. UI-дизайнер – это User Interface, переводится как пользовательский интерфейс. Он может быть не только графическим, но и тактильным, голосовым, ауди. В целом UI-дизайнер – это процесс визуализации прототипа, который разработали UX-дизайнеры. И он включает в себя работу над графической частью интерфейса. То есть, когда вы заходите на сайт, вы видите там, не знаю, анимации, иллюстрации, кнопки меню. Они отслеживают, что чаще, куда пользователь идет первым. Они определяют цветовую палитру, расположение. Если говорить простым языком, то если UX-дизайнеры – это голова, то UI – это руки. То есть, они делают такую работу. И средняя заработная плата у UI-дизайнеров – где-то примерно от 80 тысяч долларов в год в среднем. Это достаточно хорошая заработная плата. И преимущество всех этих профессий в том, что они могут работать на расстоянии, то есть удаленно. А ситуация с вирусом показала, что это достаточно актуальный вопрос на данный момент. Следующая профессия – это детектив данных. О, да, это профессия одна из точных будущих, потому что само звучание звучит очень интригующе. В настоящее время мы оставляем огромные объемы данных в сети. И в ближайшем будущем компаниям понадобятся детективы данных, чтобы пройти через все это, всю информацию в интернете, найти ответы на вопросы, дать рекомендации на основе этих результатов. Уже сейчас, например, если вы подаете на работу западные компании, то зачастую работодатель просматривает не только ваш CV, который вы ему отправили, и где вы очень хороший сотрудник, показаны все ваши достижения, но также они рассматривают ваш Facebook, ваш Instagram. Есть специальные даже сайты, такие как LinkedIn. И элементарно даже посольства, которые выдают визы, они, я уверена, ищут какие-то следы, данные о подающем в интернете. Обычно детективы данных работают на предприятиях, организациях и дают представление о том, как их улучшить и улучшить. И в частности, это касается не только human resources. Следующая профессия – это master edgy computing. В принципе, в настоящее время мы используем сервисы облачных вычислений. Все данные поступают в массивные, центральные, централизованные центры обработки данных. Тем не менее, считается, что гораздо эффективнее и практичнее обрабатывать данные там, где они собираются. И master of edgy computing, это мастера периферийных вычислений, они отвечают за преобразование текущих интернет-инфраструктур компаний в децентрализированные, которые используют периферийные вычисления. И эта профессия однозначно будет иметь значение. Она и на Западе очень мало специалистов, и поэтому она достаточно востребована и оплачивается хорошо. Следующая профессия – это cyber city analyzed. Я думаю, что все мы столкнулись, особенно в Кыргызстане в прошлом году, с понятием «умные города». Быстрая урбанизация ведет к тому, что страны создают все больше и больше умных городов, которые стремятся улучшить жизнь горожан. К примеру, по данным ООН, такие города не просто временное явление, а не будущее. И предсказывается, что в 2050 году половина всех стран на планете будут использовать их. Уже сейчас, к примеру, в Германии, это не только камеры, мы это понимаем. Например, в Германии, если вы куда-то улетаете в аэропорт, вы прилетели, хотите зарегистрироваться, нет необходимости ждать, когда вас зарегистрируют представители авиакомпании. Вы можете подойти к машине, сами себя зарегистрировать, поставить свой багаж, получить ваш посадочный талон. Или, например, элементарно, это касается всего в целом, да. Например, элементарно, например, есть машины специальные, куда вы можете ложить бутылки для утилизации, при этом получать за это деньги. В Канаде, например, есть мусорные машины, которые за вас обрабатывают мусор и рассортировывают их. И у нас есть, в нашем университете есть также похожая программа, она называлась Smart City Management, то есть управление умными городами. Это одна из самых популярных профессий и программ в нашем университете. Далее, следующая профессия – это директор по геномному портфолио. Немного экскурсов, само понятие геномное портфолио. Зачастую это используется в биотехнических и биологических областях. В частности, в медицине учеными доказано, что если рассмотреть геном человека и сделать карту заранее, то можно предугадать заранее болезни, лечить их на стадии только-только-только зарождения. И директора по геномному портфолио занимаются тем, что они предугадывают, что необходимо делать. И они руководят процессом того, какие препараты будут нужны. И в связи с… в свете того, что сейчас ситуация с вирусом, их потребность очень высокая. Вот. И следующие две программы – это Digital Business and Data Science and Game Design. Эти программы однозначно есть у нас в университете, и я немного подробнее хотела бы на них остановиться и рассказать не только о них, но также и о нашем университете тоже. Digital Business and Data Science. Как я уже ранее говорила, я работаю в University of Applied Science Europe. Наш университет находится в Германии, у нас три кампуса. Кампус в Берлине, кампус в Гамбурге и кампус в Азерлоне. Как вы знаете, Берлин является номер один стартап-городом. Это Силиконовая долина Европы. Здесь стекает самое большое количество больших компаний. штаб-компаний мировых брендов. Университет входит топ-25 международной ориентации, топ-10 в качестве преподавания в бизнесе, и, ну, конечно же, в нью-рэнкинг – три звезды. Хочу отметить, что как частный университет у нас есть государственная аккредитация, что очень-очень важно, если вы поступаете в Германию. Это означает, что диплом, который получают наши выпускники, они выдаются в Министерство образования Германии. И какие профессии у нас есть. Ранее упоминала я про гейм-дизайн – это разработка видеоигр. Почему я сказала, что это профессия будущего? Потому что уже сейчас 50 миллионов, миллиард населения, миллиард населения в мире играет в видеоигры. И с каждым разом, с каждым годом это количество растет, и даже само понятие «сайбер-спорт» стало как бы видом олимпийского спорта. Люди ежедневно играют в видеоигры, так или иные. Наши студенты, будучи уже студентами, на втором, на третьем курсе разрабатывают свои игры, загружают в App Store, Google Play и зарабатывают уже в процессе деньги. И стартовая заработная плата у разработчиков видеоигр одна из самых высоких – от 3,5 тысяч евро в месяц сразу после выпуска. У нас есть также другие профессии в арт-дизайн частности. Это вот коммуникацион дизайн. Коммуникацион дизайн – это совокупность нескольких программ. Это, конечно же, иллюстрации, это график-дизайн обязательно. И программы все представлены на нескольких языках, хочу отметить. Программа фотографии, программа иллюстрации и фильм-моушн-дизайн – это программа, которая является ключевым, если вы хотите изучать создание фильмов, режиссерско-операторское дело. Программа обычно длится 3,5 года для программ Art and Design. И, как вы видите, у нас на пятом семестре все студенты могут пойти стажироваться либо же поехать по обмену нашей партнерской университеты за рубежом. Следующие программы – это программа бизнеса. И у нас есть стандартно Business Management Studies. И, конечно же, здесь что Business Data Science, о котором я позже более подробно буду рассказывать. Sport Event Management, психология, журналистика, бизнес-коммуникации, коммуникации, медиа-менеджмент и, конечно, Sport Event Management. Программа бизнеса для всего 3 года, и вы можете поступить сразу после 11 класса. Нет необходимости брать подготовительный год, как обычно этого требуют государственные вузы или других странах. Здесь вы можете видеть наших партнеров, с кем мы работаем, куда наши студенты ездят, обучаться на семестр за рубежом. И программа Digital Business Data Science. Сегодня люди все больше и больше тратят деньги онлайн. И, как мы видим, цифровой бизнес становится будущим в целом бизнеса. И 35% компаний в мире используют анализ данных. И количество их все больше и больше растет. Самые большие и богатые компании мира – это примеры цифрового бизнеса. Это Facebook, это Amazon, это Google, это Instagram. И, к примеру, если мы говорим о примерах цифрового бизнеса, Amazon является одной самой богатой страной. И она явно пример того, что это цифровой бизнес. Сейчас Amazon на рынке стоит примерно 1 триллион долларов. И только за второй квартал 2018 года они заработали 2,5 миллиарда долларов. Или, например, Uber Taxi. У нас в Кыргызстане и Центральной Азии, в частности, мы используем Яндекс.Такси. Они очень-очень похожи по платформе. Uber является явным примером того, как строится цифровой бизнес. Если бы, например, вы строили традиционный такси-бизнес, то вам бы пришлось очень много вкладывать. Вам бы пришлось покупать паркмашин, наймать водителей, офис открывать, диспетчеров и так далее. Но Uber внес новое слово в заказе такси. Вы можете онлайн его заказать, вы можете видеть, где ваш водитель, сколько вы будете платить за поездку. Кроме того, любой человек, в принципе, может быть водителем Uber. При этом сама компания Uber, она зарабатывает деньги из каждой поездки. И при этом она создала только приложение. И это очень популярно. У них 50 миллионов пользователей по всему миру. Или, например, Netflix. Netflix – это наше спасение сейчас. Очень много людей сидят в Netflix. Netflix – это компания, которая изначально занималась доставкой видеодисков по домам, видеопрокатом фактически. Но ситуация поменялась, когда они создали веб-сайт и приложение, куда загрузили все возможные сериалы, ТВ-шоу. И вы можете заплатить минимальный тариф, у них примерно 8 евро. 8 евро вы можете заплатить и смотреть сериалы с любой точки мира на вашем телефоне, на любых ваших смартфонах. И сейчас Netflix уже снимает свои сериалы и фильмы. А Netflix сам по себе – это ведь веб-сайт, где собрана вся амбиотека фильмов и сериалов. Почему стоит выбирать цифровой бизнес и анализ данных? Ну, во-первых, конечно же, мы понимаем, что весь мир идет в ногу с цифровизацией. Бизнесы с каждым годом все больше и больше превращаются в цифровой бизнес. Компании используют анализ данных. Сейчас, если раньше, нашим родителям для того, чтобы полететь куда-то, приходилось идти куда-то, покупать билет на самолет, потом с этой бумажкой стоять в очереди, сейчас нет таких необходимостей. Вы можете онлайн заказать свой билет, онлайн забронировать отель. Вы даже можете, не выходя из дома, посмотреть, не знаю, Лебединое озеро. Нет необходимости ехать в Москву, к примеру. И мы видим, что цифровизация в целом влияет очень сильно на обычную нашу жизнь. И то, как люди ежедневно пользуются смартфонами и интернетом, дает толчок на то, чтобы задуматься. Цифровой бизнес, он создает возможности, но при этом он снижает расходы. Как я уже рассказывала с бизнесом Uber, да, например, они просто создали приложение, и с этого пошел бизнес. В целом это креативный процесс, и большинство случаев, чтобы быть успешным в управленческой позиции, нужно быть всесторонним, мультизадачным, и выбирать сейчас узконаправленные профессии менее выгодно, чем если вы выберете многозадачные профессии, которые обычно даются в университетах прикладных наук. Я чуть позже расскажу об этом. Например, наша программа Digital Business and Data Science предоставляет возможность изучать не только эти две программы, не только цифровой бизнес, но у вас есть возможность изучать традиционный бизнес, то есть получить профессию в традиционном бизнесе, в дичталном бизнесе, в цифровом бизнесе, да, стать специалистом по анализу данных. Это обязательно IT, вы изучаете software developer, web developing, app developing, и, конечно же, вы изучаете digital marketing, этот цифровой маркетинг. Итого у вас будет возможность получить навыки пяти профессий. Это очень-очень важно, если вы устраиваетесь на работу, то, конечно же, работодатель учитывает этот факт. И мы пытаемся, стараемся создать максимально конкуренто-пособных студентов, которые могут выйти на, найти работу на рынке труда быстрее. И по статистике 93% наших выпускников находят работу первые полгода. Здесь можно увидеть стоимости обучения. Все программы Art Design бакалавра 11 340, все программы бакалавра в бизнесе 10 380. На данный момент у нас действуют скидки. 10% на кампусы в Берлине и в Азерлоне, и 20% скидки на кампус Гамбурге, если вы подаете до конца месяца, и если скидка действует на первый год. Спасибо, что вы слушали. Спасибо за ваше внимание. Я сейчас посмотрю, есть ли какие-нибудь вопросы. Если есть вопросы, я буду на них отвечать, потому что в процессе у меня не было возможности это сделать, так как мне нужно было демонстрировать экран. Вопросов нет. Всего доброго тогда. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...